Всем привет! Сегодня обсуждаем фильм «Человек-муравей и оса Квантомания». Это американский супергеройский фильм, основанный на персонажах Marvel Comics. Картина стала продолжением фильмов «Человек-муравей» 2015 года и «Человек-муравей и оса» 2018 года и 31-м по счету фильмом в медиафраншизе кинематографической вселенной Marvel. Режиссером выступил Пейтон Рид, поставивший предыдущие два фильма. Пол Рабб и Эвенжелин Лилли вернулись к королям Скотта Лэнга и Хоу Пандайн соответственно. В фильме также сыграли Мишель Файкер, Майкл Дуглас, Кэтрин Ньютон и Джонатан Мейджорс в роли Канга-завоевателя. Также в фильме все же появится Дэвид Дасмолчан, но уже не в качестве приятеля Скотта Лэнга. Он исполнит роль желейного существа из квантового измерения. Вообще актер гениальный. Достаточно вспомнить его запоминающиеся образы из «Семного рыцаря», «Человека-муравья», «Бегущего по лезвию 2049», «Дюны» и «Отряду самоубийц». Желаю ему всяческих успехов и жду новых перевоплощений. А еще небольшую роль в фильме исполнил Бел Мюррей. Выход фильма «Человек-моравей и оса квантомания» в США состоялся 17 февраля 2023 года. В нашей стране со 2 марта. Фильм также примечателен тем, что стал первым фильмом пятой фазы КВМ. Бюджет составил 200 миллионов. Третий фильм, в отличие от первых двух, получил довольно неоднозначный прием от критиков. Они отметили скучноватый сюжет, плохие спецэффекты и то, что фильм не развивает вселенную Марвел. Можно подумать, что будто хоть один фильм из четвертой фазы ее развивал. Что касается сюжета. Скотт Лэнг живет счастливой жизнью. Появляется вместе с Хоуп на красной коровой дорожке. Пишет книги, которые расходятся миллионными тиражами. У него берут автографы и фотографируются на улице. Хоть иногда и путают другими мстителями. А еще у Скотта подрастает дочь. Она слегка отбивается от рук. Ее часто задерживает полиция. Переходный возраст, все стандартно. А в свободное время от посиделок в камере полицейского участка она создает у себя дома подвальщики телескоп Хаббл. Как говорит об этом Хэнк Пим, герой Дугласа. Только это миниатюрное изобретение может показывать вам не звезды, а квантовый мир. Но еще бы, каждый второй подросток постоянно штампует на коленке такие вещички. Ничего удивительного. В общем, они запускают устройство. Героиня Мишель Пфайфер начинает что-то подозревать и выключает механизм. Но уже поздно. По всей видимости, Канг Завоеватель перехватывает сигнал и всю семейку затягивает в квантовый мир. Отсюда и стартуют дальнейшие приключения. Сам сюжет в общем плане не показывает нам ничего нового. Он шаблонный. Есть Мстители. Они молодцы. А есть Злодень. И он хочет уничтожить всю мультивселенную. Почему? Потому что. Хотя задумка с квантовым миром на самом деле очень интересная. Но реализация подкачала. Если первые фильмы хотя бы пытались все объяснить с научной точки зрения, то тут все перешло в фэнтези в кавычках. Мы видим, что главные герои попадают в иную кишащую жизнью вселенную. Ну и естественно нам накидали миллион новых персонажей. Многие из них все же отличаются от людей. И это плюс. Но вот их речь, мысли, поступки, образ жизни и культура в целом абсолютно не отличаются от людской. И да, они хотя бы не говорили на чисто английском, как обычно это бывает. И это тоже плюс. Однако герои вскоре научились их понимать способом, целиком и полностью позаимствованным из Джона Картера. В принципе, если подобные заимствования делают фильм лучше, то ничего плохого в этом я не вижу. Торт, торт, два, пять. Что в этом напитке? Хосанбарс. Не ты сможешь, дружище. Пожалуй, с самого начала меня не покидала мысль, что создатели попытались сделать некий аналог Звездных войн. Тут тоже есть злобное империалистическое государство во главе с Палпатином. Ой, конечно же, с Кангом-завоевателем. А еще есть повстанцы. И они сражаются за свой дом и свободу. Но вот исполнение подобного сильно уступает тому же девятому эпизоду в разы. Куча разномастных действующих лиц, но никто из них не прописан. Главный злодей не вызывает никаких эмоций, кроме разве что уныния и жалости к себе из-за его же собственной тупости. Опять же, мотивация Канга нам не ясна. Мир квантового измерения не раскрыт совсем. Один из самых больших недостатков такого фильма – это графика и спецэффекты. Не могу сказать, что визуал мне не понравился. В общем, все так красиво и инопланетно пытается убедить тебя мозг. Но вот наметанный годами глаз точно дает понять, что весь фильм полностью снят на зеленом экране, в маленькой комнате. И это сильно ломает погружение. Ты осознаешь полную оторванность героев от того места, где они находятся. И от тех персонажей или существ, с которыми они взаимодействуют. В общем, один сплошной мыльный графон. Где-то он чуть лучше, а где-то чуть хуже. Но это и не идет ни в какое сравнение даже со старыми фильмами киновселенной, по типу того же первого или второго Тора. Там те же великаны Йотунхейма выглядели реалистичными, а не нарисованными. Даже если сравнивать с комедийным третьим Тором, то та же вселенная, в которую попал бог Грома, выглядела гораздо более живой и убедительной. Фильм называется «Человек-муравей и оса». Но химии между героями Пола и Эвенжелин Лили я особо не заметил. Да, вначале нам засиделили, какие у них прекрасные отношения и все у них отлично. А все остальное вам уже показали в предыдущих частях. Так что не будем на это отвлекаться, сказали создатели. Кстати, нужно обязательно отметить новую прическу осы. Не знаю, сама ли она до этого додумалась или это требование постановщика. Но не всем женщинам идут короткие сришки. В данном случае скажу свое категорическое «нет». По поводу комедийной составляющей. Юмора тут мало. А те шутки, что были, в основном можно было лишь натягом назвать забавными. Хотя в конце была парочка глуповатых, но действительно смешных моментов. Это уже хорошо. Что в фильме точно понравилось? Так это динамика. Фильм не проседает. Очень неплохая музыка. Дельно вплетенное в бодрое повествование. Некоторые экшн-сцены запомнились. Как всегда, особенно те, где человек-муравей увеличивается до гигантских размеров. Странно, что он не догадывается делать это постоянно. Ведь мог бы просто топтать злодеев и все. Но ведь это было бы слишком легко. Сама суть квантового измерения – это уже интересно. Задумка с изменением времени и пространства. И возможными вариантами личности персонажей. А также развитие цивилизации муравьев. Вот на чем нужно было сосредоточить внимание. Жаль, что такие вещи были показаны лишь мимоходом. А ведь именно на этом и нужно было строить весь фильм. Каков мой вердикт? Фильм все же показался мне неплохим. Это далеко не шедевр. И фанаты, строящие надежды по развитию пятой фазы киновселенной, будут разочарованы. Но это и не худшее ее открытие. Вспомните, что четвертая фаза началась с ужаснейшей черной вдовы. Поэтому даже Канг-завоеватель выглядит отлично на фоне русского Харви Вайнштейна, который пытался захватить планету при помощи... девочек. Запах моих феромонов не дает тебе причинить мне какой-либо вред. Мои вдовы могут развязывать войны, умеют свергать королей. Я использую единственный из природных ресурсов, которого на планете в избытке. Девочек. Квантомания это крепкий среднячок. Поглядеть его вполне себе можно, но вероятнее всего вы его быстро забудете. Кстати, после титеров есть две сцены. Так что фанатам в кинозале стоит немного подождать. На этом я с вами прощаюсь. Отметьте в комментариях под видео, что думаете о фильме и киновселенной в целом. Если это видео вам понравилось, поставьте ему свой киноманский лайк. Жмите колокольчик и подписывайтесь на канал. Желаю всем успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok